Ребята, всем доброе утро! Сегодня утро начинается у нас с посадки колеуса. Его нужно уже попекировать. Попила кофе, еще ничего не красилось, вот такая вот как есть. Итак, начинаем утро продуктивное со мной. Приступим! Так, ребятки, вот колеус. Я уже порассаживала почти весь, оставила вот 6 кустиков, показать вам. Вот так вот набрала землю. Бумажный стаканчик у меня, думаю, без разницы, куда его особо садить. И вот так беру сейчас, осторожно, ножичком кустик. Вот, видите, какой он крошечный. И вот так вот проделываю. И сажу. Делаю это первый раз. Не знаю, пишите, кто таким занимался. Вот смотрите, какой листочки у него интересные такие. Похоже на какие-то, знаете, как водоросли, вот такие, как кувшинки такие цветут, они белым. Вот мне реально эти листики похожи у него. И так со всеми проделываю. Буду пробовать еще мини-тепличку такую буду делать. И сажать туда семенами цветы. Успеют они вырасти? Посмотрю. И хиноцея у меня семена остались. Все попробую высадить в тепличке. Вот так вот, видите, получается. Так со всеми проделываем. Ребятки, вот столько получилось. Не считала, поскольку, возможно, они не все выживут. Что потом не расстраиваются. Вот такой вот колиус порассаживала. Ну, будем дальше его растить. Посмотрим, что-то будет из него. Не знаю, читала. Вроде он многолетний, я взяла. Есть и однолетники тоже. Такие маленькие крошечные растючки. Так. Вот так вот с этим справились. Колюус посадили. Давайте картошечку пожарим с вами. Почистила картошку. Картошка вот такая вот, видите, средняя. Классный сорт белоруса. Всем советую, кто не пробовал. И вот нарезаем картошечку. Будем жарить на обед, на поздний завтрак. Люблю жарить картошку, именно когда нарезаю вот такой вот формы ее. Видите, видам. Вот так вот, слайсами. Поскольку она тогда быстро прожаривается, главное условие необходимо на большом огне. Сразу, когда только вы ее бросили. Очень хороший такой огонь снесет. Кто-то соломкой любит. Пишите, как вы любите больше жарить картошку. И вот так вот все нарезаем. Пожарим картошечки, покушаем. Погода хорошая. Наверное, в парк пойдем, взять и выгуляем. Посмотрю. Надо еще залюзи помыть на кухне. Вот так, видите, выглядит корочка, уже до корочки. И теперь буду накрывать крышкой. Чуть огонь убавлю. Ребятки, вот и готово. С пылу с жару картошечка. Еще порует. Такая вот получилась огурчики солененькие и грибочки белые. Сами собирали. Вот такая вот вкусняшка. Видите, еще горячая, горячая. Такую обожаю. Всем приятного аппетита, кто кушает. Сходила уже в магазин. Купила кое-что, какие-то продукты. И хочу сделать такое блюдо. Кстати, жалюзи помыла. Солнышко уже зашло. Не стало на улице снимать. Ветер холодный. Холодно все равно. Держать телефон. Хочу приготовить сегодня блюдо такое. Я не готовила такого еще. Это будут булочки со шпинатом и с творогом. Вы такое готовили? Там идет дрожжевое тесто, молоко, вода. Начинка будет в творог, в этих булочках. Замерзла вообще. Все холодное пришло. В общем-то, солнышко зашло уже. Так себе. Итак, ребятки, давайте будем готовить с вами дрожжевые булочки со шпинатом и с творогом. 90 мл молока. А также 90 мл необходимой воды теплой. Также стаканчик вылила. 90 мл воды. 1,5 ч.л. сахара. Вот так вот. И еще чуть-чуть. И сюда добавим наши дрожжи. У меня они еще пока немножко замороженные. Все это подмешаем. Добавим немножко муки. Так скажем, опару сделаем. Достаточно. Вот эти густоватые. Так, оставляем. Пусть постоит у нас минут 10-15. Тесто постояло у нас минут 10. Не больше. Добавим вот столько соли. Чуть-чуть. И 3 столовые ложки подсолнечного масла. И опять муку нашу. Добавляем. Так, здесь уже ложка надо. Будем замешивать тесто. Рецепт оставлю под видео. Все ингредиенты. Повторюсь. Такое первый раз. Готовлю такие булочки. Не будут не сладкие такие. То есть нейтральные. Со шпинатом, с творогом. Ну вот 300 грамм муки вполне хватает. Уже подпыляю стол мукой. И выкладываю тесто в один комок собирать. Будем его. И собираем тесто в один комок. Тесто не пристает к поверхности. Довольно-таки плотное, я вам хочу сказать. 300 грамм муки по рецепту. Ну как-то не знаю. Наверное, надо меньше. Ну посмотрим. Так, все. В теплое место. У меня это теплая духовка. На 50 градусов. Девчонки, вот так вот смазала подсолнечным маслом. И отправлю в духовку. Накрою сейчас. У меня есть такая крышечка. Силиконовая. И туда. Вот такая вот крышечка. Видите? Со смайликом. Глазки, видите, и улыбаются. Так, отправляем в теплое место. Прошел час. Вот такого теста. Мягусенькое. Выкладываем. Параллельно. Шпинат со сливочным маслом. Подтопили. Он замороженный. Шпинат необходим нам на начинку. И творог. 150 грамм. Я все оставлю. Вот так вот размяли его. Надеюсь, тут поместится у меня все. И так, выкладываем наше тесто. Оно очень пушистое. И вот так вот его будем сейчас раскатывать. Сливочное масло. Ну, вот так вот тоже выльем сюда. Немножко нам необходимо. И вот так вот по всему тесту разравниваем. Подсолили творог. И выкладываем тоже его. Распределяем равномерно. Потом выкладываем шпинат. Тоже вот так вот стараемся равномерно. Ну, как получаться будет. Пишите, вы готовили кое вообще. Такие булочки со шпинатом. Какие блюда вы готовите со шпинатом? Мне нравится сама картинка. Вы знаете, вот зима. Ну, вообще зима, осень. Все такое серое, унылое. Смотрите, как творог смотрится с зеленью, со шпинатом. Обалдеть. Я такое люблю. Красота. Приготовили противень. Будем выкладывать сейчас наши булочки. Формировать. И заматываем рулетик наш. Вот так вот. Ничего страшного, что тесто у нас тонковатое. Не переживаем. У нас все равно нам необходимы слоя булочек. Переживаем. Тесто нежное у нас получилось. А вот эту часть вот так вот соберем сюда. Формируем булочки наши. Так вот. Смотрите, одна начинка. Давайте здесь защипнем. Вот так вот. И вот так вот придавим. Вот так слегка. Булочки смажем желтком. Присыпаем кунжутом. Какой у вас есть? У меня черный. Духовка уже разогретая. Разогрелась. 180 градусов ставим. Все, отправляем в духовку. Ребятки, вот такие булочки получились. Такие вот внутри. Все пропеклось. Вот такие булочки получились. Не знаю, понравятся или нет. Вот такая красота. Смотрите. Не судите строго. Первый раз готовила. Пишите свои комментарии. Буду писать свои тоже отзывы по этим булочкам. Все, всем пока. Всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием и с настроением. Продолжение следует.